Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Земля-воздух. Вот это обязательно. А этой же меткой можно. На такую же глубину. Специалисты, которые говорят, нет, если уж ошибаться, то лучше, чтобы она повисла в воздухе. Но если уж гадаете. Единственное, только не заглубить. Главный вопрос. В октябре в течение этой недели их пересадить. Сейчас скажу. Нужно ли после посадки, как и весной, каждый день подливать в ведро водички? Я не могу сказать. Пора про водичку. Нужно или не нужно? Откуда я знаю, сколько ее туда нужно лить? Вот все. Вы понимаете, если я рекламирую, пропагандирую посадку на холмы. На холмах она, или на грядах, она быстрее высыхает. Там постоянно нужно действительно подливать. Потом проходит время, корни уходят шире вглубь, и уже когда вода стекает, хоть ваша вода, там, с лейки хоть полейте, с ведра, со шланга, с неба, она растекается, и как раз уже корни будут там, где пониже. Вот. Там уже на второй, третий год уже не так она актуальна, как на первый год. Тут получается каждый день или через день подливать водичку, если вы посадили на возвышение. Вот так скажем. Да? Надо? в дождь поливать и так не будете. Понятно. Теперь, успеваю ли я? Пересадить, конечно, успеваете. Другой вопрос. Выбираем время. Итак, где вы живете, сейчас соображу. А, Владимир Скалу, для меня это самая, так сказать, третья зона климатическая. Это значит, что сейчас у вас они в октябре с зелеными листьями. Если вы очень хотите пересадить, вы можете их пересадить в скомом земли. Если коронотводок, земля может осыпаться и сажен будет полудохлый. Если без этой процедуры, которая Ильяна Александровна говорила. То есть в середине лета перерубается поповина и до осени он обрастает собственными корнями. А так желательно в скомом земли. Или если все-таки бывает такая почва, где вообще земля не держится на корнях. Значит, чтобы как можно больше корней переехало. Глупостью является улучшение корней с помощью их обрезки центрального корня. Даже обрезка боковых корней считается улучшением. Это все глупости. А выкопыть как можно больше. Эх, специально я уже раз в пять показал эту фотографию, где я стою с лопатой. Лопата ставится так, чтобы у нее на одной оси был штамп и плоскость лопаты. Когда так копаешь... Не плоскость, а ребро лопаты. Спасибо. Ребро лопаты. Вот так вертикально. Меня могли понять не так. Значит, там, где плотная земля, выкапывается, можно вырезать. Я показывал такие фотографии. Буквально вырезаю. Там лопата ставится плоскостью. плоскостью. Или ставится ребром, когда нужно обкопать, чтобы корни не перерубать, а когда повдоль корней копаешь, получается, они как бы поднимаются. Вот. И тогда, максимально сохранив корни, а крона отрезается как минимум половина. Под почку, то есть, выше почки. Немножко наискосок. Но половина крона это как минимум. Надо смотреть, конечно. Но половину крону убрать обязательно. Оставшиеся листья не ошмыгивать. Они послужат. Ну, как бы, получается, они будут более-менее балансированы с корнями. И он сможет нормально развиваться. До зимы он залечит корни. Бывает, после этой пересадки, я не раз потом специально выкапывал, появляются мелкие белые корески. Он еще и корни добавит. А значит, у него появляется нормальный контакт с почвой. Потому что мелких корешков всегда больше, чем те, которые были до пересадки. И потом, значит, с этими листьями войдет поздняя осень, сбросит лист, и уже почка будет жива. И мало того, что жива, она вызревшая будет полностью. Стоит вам послушать таких умников сотни, тысячи, и публикации сотни тысячи. Я называю их умниками, потому что они не знают, для чего нужны листья. Но они знают, что лист, когда выкопаешь дерево, приносишь на рынок, лист жухнет, продать не могут. Тогда они его отрывают и говорят, так и было. А то, что при этом почки не вызревают, а не вызревшая почка, она неполноценная. И дерево с первого года жизни или там со второго, третьего начинает быть неполноценным. Получается так, пожалуйста, пересаживайте, вот, и сильной обрезкой, о пробрезке мы сто раз говорили. Так, второй вариант, подождать до весны. Почему? Потому что на старом месте он перезимует все равно лучше, чем на новом. и корни целы, и корна целы, и никаких ран нету. Вот, он уже адаптировался к конкретному месту, а весна придет, но весной одно пожелание, как можно раньше, каждый день дорог, потому что даже в Владимирской области лето короче, чем на исторической родине любого, любой яблонегруш, которую вспоминайте. Они шли на север, а не на юг. В наших больших лесах, кроме диких яблонегруш, вы ничего не найдете. Получается, что заранее с осени заготовили холмы, весной, что они лучше прогреются. Если посадка, то посадка по железу вертикальная, пересадка и одновременно прикоп. Это отдельная тема, но если вы достанете где-то в мае саженец до еще одного обочине или в интернет-магазине, вы берете этот саженец и выбрасываете. варианты сжечь, потому что даст несколько калорий тепла, может, печки. А этот самый, как он называется, который вас учит, книжки в туалет на гвоздик, вот, и еще каталог тоже в туалет на гвоздик. Жалко, там бумага твердая, глянцевая, плохо потираться. А сами запомните, весной та же самая метка, юг-север, та же самая метка для корневой шейка, та же самая обрезка, минимум половину кроны, можно сильнее отрезать по состоянию корней. Вот, и вроде бы все сказал. День добрый, Валерий, так, время еще есть. Хотел бы повесить семечки, саженцы, всю жизнь хотел жить, дом и вращивать сад. Купили дом, 20 соток, представляете, что вы делать будете. А вот сейчас выясняется, что дом среди соснового бора, не густой, с немного чистыми березами. Вы знаете, с одной стороны вы в этом сосновом бору проживете до конца жизни, вам придется выбирать. Или сосновая, шишки, вот, или яблони, груши, сливы. У меня нет желания убирать сосны, очень у них великолепно. Есть небольшой участок, 5 соток, где нет сосок, все две березы. Их можно убрать, так как они засыхают. Мечта иметь фруктовый сад, сколько не ставят, все говорят, уберите сосны и посадите в сад. Правильно говоря. Но убивать одно ради другого считаю не обоснованно глупостью. Подскажите, есть ли шанс вырастить фруктовый сад, среди сосен, живем в Крымской области. Заранее спасибо за время потрачено на это письмо. Мой опыт начинался так, я уже занимался саженцами, я уже начинал всерьез этим заниматься, я нашел в этом самом диком заброшенном саду уссурийские груши, я подкатил к сторожу, он сказал бери что хочешь, они никому не нужны, мы их каждый год садили, потом запахивали, садили, запахивали, вот я как сейчас помню, набрал мешок груши, еще 600 штук, выкопал сельцев размером с календарь, благодарность, он отказал, я привез литр, я привез деньги, отказался, тогда я, может саженцы, в отчаянии говорю я, я не люблю, мы должны, ну саженцы возьму, я привез десяток саженцев, через 3 года, когда кончились его дички, я повторил поездку, вот, и думаю, ну как яблони, как абрикосы, вкусно, он говорит, да нет, они не растут, это был мой самый первый опыт, он меня привел в этот самый, где он садил, он посадил их между сосен, они были живы, мои же все-таки, саженцы, вот как они были метровой высоты, так метровой высоты и остались через 3 года, просто было 0, еще 0, они жили среди сосен, полностью, 100% в тени, вот, это одно, потом долго рассказывать, мне еще опыт, когда я выращивал сад на острове, там рядом, в притирку был, сосновый лес, огромная высота, огромная сосен, вот, под небо, я обратил внимание, я давай садить саженцы, подсаживать, и в 20 метрах от сосен, земля была сухая, а в 30 мокрая, я так посмотрел вверх, думаю, ни хрена себе, в какой сет, откуда вы высосали всю влагу, 20 метров деревьев, вся влага высосана, сухая, вот, ну вот теперь, видите, это я научился чему-то, вся же из таких примеров, вот и подумайте, вырастить среди сосен, нет, не вырастите, бесполезно, лучшее место, это, если, язык не полезно сказать, если когда-то, где-то, 100, 200, 300 лет назад, ваши предшественники, где-то могли сосны вывести, убрать полностью, ну, как делали эти самые, делали поджоги, в общем, корчевали, делали уже почву плодородную, так, садить, сеять, вот, и эта земля была самая лучшая, где сейчас, вот, допустим, где сроды не было, допустим, людей, нога не ступала, да, никто ничего не делал, никто ничего не садил, никто ничего не пилил, вот, где растут сосны, там будет прекрасно расти абрикос, это мой опыт, потому что, мой красный хутор в сосновом лесу стоит, стоит только, где забросить, тут же сосны прут, тут же, там же, миллионы этих семян, моментально, и в этих местах, где были сосны, обратно, это экстраполируем, в обратную сторону, где были сосны, значит, там прекрасно у меня абрикосы растут, другое дело, что вы начнете убирать, вы замучитесь, вот что, видите, какой у вас тупик, а там, где у вас всего две березы, если там сроду ничего не росло, там лисят будет плохо расти, будет, но угадать надо, потому что береза, это все-таки, лисичные, это, может быть, даже ближе к яблоням, грушам, а может быть, наоборот, вот, во всяком случае, ничего хорошего сказать не могу, Иркутская область, Иркутск тоже, как сайлогорс, считается югом Сибири, надо широта, здорово, только вот, почему-то это, можем все расти, но, в ваш случае особый, у вас прекрасный сад, ой, лес, участок, жить бы там, дожить среди сосен, но тогда получится, как рассказывали, на 20 обработок, вам привезут эти, ой, 40 обработок, я раньше дома меньше, ну, 5, ну, 7, ну, ну, да, решать уже вам придется, ну, конечно, я бы выбрал часик 5 соток, ой, и скажу из реалии, бывает, люди пишут, мне думают, сейчас почтут мой ответ, или услышат ответ, и у них все, сразу все изменится, и сад будет, добрый день, спасибо за черенки, у нас 3 молодых яблони, и пенек старой дикой ранетки, из которого пророс черенок, привезут в октябре, у нас большой риск, ну, ведь тут уже, как сказать, в октябре, в принципе, я бы не стал делать, шансы минимальные, а, теперь так получается, вам нужны черенки, нельзя ли сохранить черенки до весны у вас, можно, что останется, то ваше, но, как правило, не остается, тут еще такой момент, уже в марте, попадая в, на почту, а почта потом везет, недели две, а там, перевалки, пересылки, посмотрите, хоть раз, когда я им высылаю, номера, квитанции, вы посмотрите, сколько раз их достают, обратно достают, обратно достают, обратно, и каждый раз температура, от минус 40, на улице мороз, до плюс 30, там, где они хранятся, вот это, и, конечно, они в марте могут проснуться, виноват буду я, да, мне будет написано, до этого самого, дальше, без этого, без, как сказать, без гарантии качества, а понятно, вам, или до весны раздумайте, или это уже дело ваше, или, или закажете, ну, что закажете, что будет, и без гарантии, это решать вам, вот, я боюсь, что наши кошки их сожрут, ну, причина, конечно, кошки, я знаю, абрикосовые не жрут эти, яблонь, вот черенки не жрут, мыши жрут, вот тут, да, но я их подкармливаю, с хорошим зерном, мыши, чтобы они мне не жрали, по гребе, черенки, вот, я жалею, натравлю, не могу, вот, а так, один год, да, хорошо пожрали, но мыши, не кошки, вот, то есть, я бы подождал очеренки, если они могут быстро пустить корни, второй момент, то вы собирались в октябре прививать, что не совсем, как бы сказать, удачно, так, а еще вы хотите их пустить корни, тогда получается, может быть, речь шла о саженцах, но тогда, причем тут пенек и три молодые яблони, в общем, я запутался, так, а почему я ваше письмо опубликовал, ну, для того, чтобы там поприкалываться, дело в том, что я попадался не раз, все знают, что коска стоит 25 рублей, черенок стоил 120, а человек потом получает, говорит, я саженцы заказывал, ну, то есть, убедилась, что 25 рублей, это неплохо, осаженец-то стоит 1000 рублей, вот, а осаженец, если меньше 1000 стоит, да, кстати, 1000 это не гарантия, все равно будет это, все равно 99% это, это, не то, что халтура, ну, не для Сибири, не для Севера, не для Урала, даже не для Москвы, поэтому я просто хотел, чтобы люди были поаккуратнее, и меня не подставляли, потому что, знаете, как потом деньги возвращать, человек-то думал, что я саженцы пришел, с этой веткой смотрят на нее, думаю, господи, я саженцы заказывал, терминологии, ну, новичков хватает, так, нужен видеоурок, это, тоже самый автор, так, по-моему, я могу путать, но вопрос, в принципе, нужен видеоурок по прививке, две яблоньи у нас загорожены сараем от ветра, и одна стоит на ветреном месте, а, нет, видимо, все те же три яблоня, ладно, если черенку пропадут, да, если жаль, но они не пропадут, у меня же, это, есть диски учебные, допустим, есть диск, 300 рублей стоит, если три, у вас там три яблоньки, не стоит 300 рублей на диск тратить, ну, хорошо, давайте я выше статью специальную, но диски есть диск, называется черенок животворящий, и там три большие, три материала, вот, готова диссертация, кстати, вот, в общем, мы пока в растерянности, октябрь же наступил, и восклицает этот знак, надо как-то спешить, если мы должны все успеть привить, привить сейчас, ем, да, а то как бы они оплаченные пожили у вас, нет, я сам дожить бы до весны, вы не сомневайтесь, что черенки дожить бы до весны, так, весной бы мы привили эти черенки, как поступить лучше, я не знаю, в общем, давайте так, у вас три яблоньки, значит, вышли вам, допустим, статью про, допустим, про прививки, так, что еще я могу вам сделать, когда выписывать сейчас, или потом решайте сами, я уже про это говорил, деньги заранее не беру, так, сейчас время, в принципе, наше стекло, давайте так, о чем мы будем говорить в следующий раз, косточки ваших абрикосов, какие, вот посмотрите, я фотографии подготовил, да, великие луки Псковской области, это одно, но у меня случилось так, что в этом году, и он сам, завтра по саду побродим, может, фильм еще раз снимем, то, что случилось, это настолько, это самое главное, надо, не то, что вот 100 граммовые абрикосы, сенсация, уже привычка появилась, уже думаешь, черные такие маленькие, вот, я же от персиковых ждал 150 грамм, вот, поэтому я еще не доволен, а то, что на них, вообще, это, самое устойчивое, к этой, к сырости, которая, вот как раз, я не зря, видите, Псковская область снова, у них это, допустим, может, каждый год, а у нас, допустим, один год, но чтобы на всех абрикосах, на сотнях тысяч, листиков, нет ни одной паршинки, это при том, что я же не скрываю, что яблони, часть паршой, не смертельная, ну, как, обычно дело, а почему еще сказать, мурозобоин хватает, ну, пусть я их не калечу, просто калечу, раз, черенки на прививку, все изувеченные черенками, вот, Серега вениками нарезает, вот так вот, и получается, что самое устойчивое, еще потом подтвердите, и фильм с ним, самое устойчивое, из, а, волосы, вишни, просто вишни, а, вишня абсолютно здоровая тоже, вот, яблони, груш, персики абсолютно здоровые, изувеченным морозом, но все равно, короче, яблони, груши, яблони, груши, нет, это, которые подались, как в разной степени, а абрикосы нет, я ничего поняли, а почему они у них, и меня почти убедили, всю жизнь, я сколько живу, не абрикосы, абрикосы, гнижи, парша, парша, это самое, манилиос, манилиос, елки-палки, я уже не знаю, уже что, приходит, 2012 год, да я бы так и умер, я бы все считал, что в Ленинграде нельзя вырастить, ну, сейчас, Павел Троценко, привет, который, этот, релат техники, растит, вот, выгорелся, и как раз прошло, ровно, особая фотография, это просто будет к теме, вот, к этому, к этому товарищу, я вас, специально, это моя гордость, почему, потому что я из Васи Сарто, Сарто 18, от кого, правильно, вот, а, мы с ним фильм сняли, я приехал, говорю, Дмитриевич, соревноваться будем, и привожу ему огромное яблоко, ровно 500 грамм, и он, как бы, он мне поражает, достает дерево, 540 грамм, я, старик, проиграл, он не моложе мне, на неделю, или на две, проиграл спорт, вот, ай, анекдот, а потом, это самое, ну, ладно, фильм посмотрим, а то, я сейчас как-то начал рассказывать, вы представляете, я ему привожу 500 граммовое яблоко, самое крупное, а он мне 540 грамм, я, я, а это, не самое крупное, это бельферки тайка, это для нас просто крупное, вот так, это второй, последний случай, что не от меня, у нас есть еще, замечательный садовод, Филиппе, Володя, вот от него раздобыл, это от меня, это от меня, ой, опять я, буду продолжать, это, знаете, я уже два раза привел, этот пример, идет клуб веселых и находчивых, выступает, это, клуб, этих самых, веселых и находчивых, города Одессы, им ведущий задает вопрос, что будет, если у художника, его картину, которую считают гениальной, не возьмут и не повесят, в эту самую, ну, галерею, ответ, он возьмет и сам повесится, в Третьяковской галереи, если я вам не покажу, эту красоту, я тоже повешусь в Третьяковской галереи, то есть нет, в этом, Мичоринске, вот, потом будут вопросы на эту тему, это очень важные вопросы, вопросы по лесенам, проходили, но я не виноват, что человек опять говорит, я не знаю, что мне делать, вот я подготовил, да, я открытие делал, знаете как, Елена Александровна, вот, они же все были под землей, я не мог понять, кто их выкопал, оказывается, вот этот, вот этот корешок, нет, он выталкивает, на себе поднимает, все под землей, а как-то косточка, вот эта вот сила, а у него какой-то рычаг, вот, я не могу понять, у него мускулов нет, у него сухожилий нету, у него этих самых связок нету, это же нога, и вот, представляете, он пускает корешок, находясь под землей, корешок уходит вниз, упирается в землю, и вот так разворачивает, он появляется из земли, у него сотни фотографий, это же одна из них, вот, вот тут вот все начинается, смотрите, вот видите, ну, в общем, и так далее, и я думаю, ну, попробуйте ее расколоть, как эта тоненькая, вот эта травинка, может расколоть такую толстую, это есть сила жизни, это для меня само, а не то, что ослабела, допустим, лежит там это, нет, она набухает, и страшная сила разрывает, а знаешь, почему я так считаю, что не ослабела, кости, семена иногда, так далеко лежат, и никто не трогал, такое впечатление, что это, как граната взрывается, а для меня это все, вот эти швецопороды, они помогают, ведь потом-то, после этого-то я иду, господи, а мы что делаем, вот эту вот часть, закопаем, и все, через 34 года, а где сухо сгнивает, а где мокро, год-два и нету, господи, это самое, как то комико, что-то не то съело, помните, на каждый раз говорит, что-то не то съело, что-то не то съело, вот закопали, что-то не то, не закапывай, ладно, это о чем мы будем говорить, еще, 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 представляете, вот это требует, чтобы мы все отрывали, вот, а это знаете, а где, это, это не Илюпина, это Брянск, вот такие сальцы продают, он у нас спрашивает, вопрос задает, медленный, Олег, не часто запомнила фамилию, но уж, тот, кто ездил, моими глазами, в институте был, который сказал, заберите-ка обратно, вот эти сальцы с такими коленами, говорит, что мне с ним делать, сжечь, я говорю, мне нельзя, там можно в поле деньги, посадить, он там, это, может, выживет, но в саду делать, его держать нельзя, ну, что, лекция, получается, продолжается, защита от ушей, важно, все, так, Антон Валерьевич, два часа из стекли, просьба, если вы меня слышите, просьба перейти на вопрос-ответы, у нас, с Александром, на экране ничего нет, вот так, давайте сначала вопрос читать, а потом, что Александр ответил, а потом сами комментировать, нет, а это, они не связаны, по-моему, связаны, вот этот, задал вопрос, он ему ответил, вы так быстро читаете, ну, конечно, я просто вижу, что по размеру, быстро, так, Сергей Дороганов, у меня есть слаборосые сеянцы, садил одно время, одни по метру, а другие есть 15 сантиметров, что с такими делать, убрать еще шанс слаборосых, так, рассказываю, как анекдот, у меня повезло, что я сохранил, можно сказать, генетически, три абрикоса королевских, у них, кто видел, самые ошарашивающие плоды, это они, вот, почему, как сохранил, у меня сосед, я ему продал два, мощных, а третий, хильники подарил, потому что стыдно было деньги брать, этот хильники оказался самым мощным, самым этим, на нем в один год, представляете, королевский абрикос, крупный, и когда все дерево вешено, и там висит, не меньше 15 ведер, а дерево-то молодое, лет 8-10, вот, вот это маленькое дерево, я говорю, что, да, забыли, сосед говорит, Концидент, это тот, который сказал, что на тебе Божие, хочешь выброси, хочешь возьми, а почему, если пересаживать, то он обгоняет, за счет того, что у них явно корни лучшие, сохраняются, раз он маленький, вот, теперь вы их садили, значит, раз растили не на месте, так, значит, у них были разные условия по, например, качеству, со самой почвы, раз, вот, это еще не факт, что он навсегда отстал от жизни, вырастет корни, захватит территорию, новую территорию с другими, ну, то есть, они имеют свойства, одни вширь, одни вглубь, и я вам показывал специально корни, специальные передачи корни я не делал, боялся, что уснете, по корням, у меня сотни фотографий, вот, и получается, что, это мое, извините, я не могу быстро отвечать, то есть, не быстро, а, в смысле, коротко, я сколько раз говорю, крона у всех разная, двух одинаковых, крон нет, страшная ошибка, когда по шаблону стараются, с помощью секатора, изувечив дерево, сделать их все одинаковыми, вот, не буду показывать, факт, на Мечерническом институте, вот, но это факт, корни, они так же, они изначально, может быть, в одинаковых условиях, они могли быть, как у инкубаторских цыплят, одинаковые, но, в разных условиях, они ведут себя по-разному, и развиваются по-разному, и у них есть свобода, такая, как, что ли, какая-то информация поступает, может, с неба, может, волновая даже информация, может, там, внизу, существуют какие-то токи, водяные, эти самые, перемещения, откуда-то, витамины, чувствуют, ползет корень туда, где витаминов больше, ну, витамины, это словообразное, вот, туда, где вкуснее, вот, понимаете, что получается, поэтому, судить еще рано, это одно, потом, хуже, самое, те, метровые, это, они из почек, которым по призыву полагается быть ростовыми, рас, скелетными, а которые, вот, маленькие, 15 сантиметров, они почки были, или выше, или даже, обязательно выше, вот этих мостик, пока они были почками, но предназначен судьбой быть маленькой, коротенькой веточкой, через 5-8 лет, вот, но, я считаю так, всем надо дать шанс, или, у маленьких корней будут развиваться, пока они найдут то, чего они искали, и они, не то, что догонят рослое, ну, а потом вспоминают, ну, пусть на рослое, как, там, 20 ведер растет, не важно, чего, яблонь или абрикосов, а на этом, допустим, будет, полтора ведра, два ведра, зато удобно, на цыпочке вставать не надо, вот, и вам кажется, что, это, вот эти слаборослые, это копия тех, которые, видела, или она, Александр, вот, там, это же, Мичуринские, но они считаются, как, вот, принято направление, я сам читал, что, мало ли, сельхоз, институт, ладно, у них хоть какая-то свобода воли есть, кто-то может, им сказать, не положено растить, как, там, любители Семенов, не сметь, казалось бы, дико, а ведь, министерство сельского хозяйства, ограничило их по возможностям, растить, и вот так, как они, они важны, а север, а еще, на тысячу кетра, на север, а тысячу, два тысячу кетра, на восток, помрет же все к чертой матери, но, об этом никто не знает, а мы с вами любители, уважаемый Сергей, это значит, что однажды, я еще не сказал, сарградский мороз, вот, допустим, он метровый, а снега будет, вы знаете, в Сибири был год, когда снега было максимум 30 сантиметров, по всей Сибири, шли панические эти, сейчас все померзнет, черта мать, вот, ну, правда, у кого померзло, у кого нет, кто калечил деревья, а кто не калечил, это одно, но, такое возможно, возможно, что получится, приходит весна, а у вас прошел сарградский мороз, ваше метровое, все померзли, к чертой матери, а эти маленькие, отсидели с под снегом, как вы поняли, да, я предлагаю дать им шанс, так, теперь, что пишет Александр, стараюсь, не выросшие подвой, не использовать, вот, ну, тут понимаете, в чем дело, тут не написано, что они подвой, тут написано, просто сеянцы, вот, а я сейчас рассылаю, у меня, почему я сжался, крупноплодные абрикосы, допустим, у меня их, это, лучше берут, понятно, хотят побольше, чтобы были плоды, так, отставание в росте усиливается, через год, может, два-три раза, но если пересаривать, прививать на одном месте, лучше брать среднее, потому что у меня столько карандаш, ну, тут я и согласен, и не согласен, и выбирать, учитывая наши возможности, надо вообще прививать, понятно, да, мы не богатые, чтобы выбор был богатый, ну, и самый мощный, я не раз убеждался, самый мощный подвой, дает в сумме, когда привяжка к нему, самый мощный, самый ростный подвой, дает лучшие результаты, все равно, принимают они как-то, при боях, частично принимают, качество подвоя, так, Лариса, спасибо, интересно, за какой рассказ, а, наверное, за все два часа, это к вам, это к вам, так, так, откуда начинается, довольно всякий случай, с ритой, давайте снизу, вот, Александр, смотрите, и он, вдруг он на реке отвечает, это он точно сам по себе, откуда вы все знаете, понятно, все, все технологии, а как с выращиванием груш, груш, в 20 раз дороже яблок на рынке, да, более редко, какие новые сорта, в России выведены, груш, что-то на шпалерках выращивать, выращивать, грушевые сады, а, я пошел на кухню, отвечайте, для Александра, грушевые сады, есть, на шпалерах, я их не видела, но, и о том, что новые сорта, тоже есть, я думаю, я возьму, один, два дня, на подготовку, на этот вопрос, сделаю вам полный отчет, с фотографиями, просто я боюсь, что сейчас, я их смогу быстро, отыскать, а сделаю, прямо, небольшой, такую, зарисовку, где вы увидите, какие груши, какие технологии, грушевых сортов, как выращивают, и какие новые сорта, так что, если вы подождали бы, до следующего вебинара, то к следующему вебинару, я бы выкроила, пять минут, и для вас, специально сделала бы, ответ, Валерий Константинович, не, не, ничего не знаю, у вас, практика, производственная, работайте, Рита пишет, удивили, неужели есть соки, прямого отжива, везде, в магазинах, восстановленные, спасибо за ваше выступление, как раз, в основном, в Мичуринске, и в Тамбовской области, соки, именно прямого отжима, они их упаковывают, и хранят, сок прямого отжима, без всякого добавления, ни воды, ни сахара, храниться может год, при определенной температуре, они его стерилизуют, и разливают в ассептической среде, то есть, без участия воздуха, воздуха, и вообще, всяких бактерий, за счет этого, и хранение долгое, и витамины не теряются, Елена Яковлева пишет, спасибо за идею голубики в сумках, а то у меня уже три года, кусты не растут, даже с подкислением почвы, вообще, спасибо за рассказ, и фотографии, все очень интересно, и удивительно, Александр Выборг, нет, сидите, при посадке саженцев осенью, обрезать, или весной обрезать, все равно он спит, или вопрос, все равно он спит, так, ну, в общем, резать надо, и осенью, если пересаживаете, если пересаживаете весной, то всегда, только выкопав, уже, ну, в этом промежутке, между выкопкой и посадкой, уже надо отрезать, и вот, и нет, а так как, а, ну ладно, осенью выкопаю, весной обрежу, не хитрите, он будет зимой чувствовать себя намного хуже, 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 чем обрезанный, вот, подробнее, еще, может, вернемся не раз к этой теме, в принципе, я все рассказал, но, как поступают вопросы, обычно как свеженькие, отвечаю одному, и отвечаю всем, так, давайте, кто у нас против, следующий вопрос, добрый вечер, есть ли разница прививки поздних сортов, на поздний подвой, и ранних на ранние дички, кто будет отвечать, отвечать, спасибо, в общем так, дело в том, что в идеале, у нас нет большого выбора, разных, ранних и поздних дичков, ведь вы же именно написали в дички, если бы речь шла о прививках, допустим, культурных, сортно-полукультурных, мы бы знали, между ними все-таки много родной крови, пусть они не родные братья, но двоюродные, высокая степень биологической совместимости, обычно полукультурки, они разостойче, чем культурные, тут понятно, и естественно, что понятие, что вот он подвой, например, как полукультурный, он, уже можно различать его, на ранний, средний, поздний, но когда речь идет о дичков, то извините, дичок, какой он есть, такой он есть, мы его на ранний и поздний не делим, почему, потому что это нереально, вот, дело в том, что, вот смотрите, могу чуть-чуть подробнее сказать, много там осталось, давайте посмотрим, сколько там вопросов, нет, не много, тогда смотрите, вот через недельку, Сергей, всякий глазик поедет, в глухую тайгу, выкапывает абсолютно дикий, там, где не пахнет садами, чтобы там донесла пчела, а ты исключена, настоящая сибирьки, но сибирьки, они тоже имеют некоторый разброс, но вот он видит однолетние, трехлетние сады, это как в 99 случаях, 100 это корневая тодки, вот, и он копает все подряд, у него нет никаких возможностей, определить, ранний он, средний или поздний, единственное, что бывает, что на некоторые деревья, даже под бой, сбрасывает листики, раньше, позже, может быть, это какая-то, а тут же массовое производство, это как обувная фабрика, скороход, как блок кривой, в общем, короче, все подряд выкапывается, а, помните, я вам показывал, друзья, подряд, на двух-трех вебинарах, эти самые, однолетние приросты, то есть, прививки этого года, да, а вы заметили, они практически все одинаковые, и там были, и чуть-чуть различаются, например, жигулевские, это самые мощные, допустим, прививки, но, я никогда не обращал внимания, ну, то есть, проведена определенная работа по биологической совместимости, это несколько поколений, когда идет так, что, получается, мы теперь не подвой к привойам, привычаем, а уже привычили привой к дикарям, и вот эти вот проблемы, как ранний, подвой, поздний, они просто остались в прошлом, если коротко говорить, а если еще, короче, значит, если вы говорите о дикарях, понятия ранний и поздний нет, какой есть дикарь, такой он дикарь и есть, вот если вы будете дотошными поступили, это самое, вот когда Елена Александровна будет этим начальником, что там, отдела в институте, да, вот если вы поступите на работу, она вам даст такую работу, скажет, вот разделить дикарей на ранних и поздних, потому что, с другой стороны, правильно человек вопрос задал, конечно, ранний лучше на ранний, поздний на поздний, но с точки зрения практики, я долго, но без точки зрения практики, это очень сложно, и практически в реальной жизни невозможно, хотя хорошо бы, но где взять, где возьму дикарь ранний, где поздний, в институте возьмешь, мне уже будет 80, когда будешь академиком, ладно, я займусь, так, ну в общем, читайте дальше, я дальше от экрана, Сергей пишет, большое спасибо, косточки получил, этой весной сначала были дожди, а затем несколько дней стояла 30 градусная жара, взошли все косточки, которые были посажены в прошлом году, но не взошли, но не взошли, а, взошли все косточки, в жару, а которые были посажены в прошлом году, не взошли, видимо так, что-то не то, что-то не то, да, что-то не то, ну еще раз бы, так, сначала было дожди, затем несколько дней стояла 30 градусов, жара, в ванной, взошли все косточки, а, тут не хватает слова, слова одного не хватает, взошли все косточки, которые были посажены в прошлом году, то есть на второй год зашли, а эти опять же не взошли, тут что-то непонятно, он пропустил слово, теперь эти будем ждать год, когда взошли, ну хорошо быть, прошлый год не взошли, а, так может он их осенью садил, есть, то есть или годом раньше, или осенью в прошлом году, это и большая разница, ну ладно, чтобы правильно ответить, надо правильно понять, обозначить, пожалуйста, крайний сок посадки, до морозов или заморозков, до морозов или до заморозков, вопрос такой, ну и что, что будем отвечать, так это мы это, когда угадать невозможно, заморозки могут быть и в августе, вот именно, понятие заморозков, а морозы могут стать в конце декабря, ну как я могу быть специалистом, если я не сажаю, вот посмотрите еще, еще раз, Олег, у меня, естественно, универсального опыта нет, это надо, правда, этим уже посвятить, просто наблюдательный, и не забываю, кардинальная вещь, посадка груш, сажаю, нормальный всходы, у меня и фотографии даже есть старые, 50% это точно, сажаю вот так густо, как вот это, как песок, как сеять, да, вот, нормально, проходит время, пару лет, опять нужно по двое груши, ну че, сажаю, тысячу штук, ни одна не взошла, сажаю, это самое, перекапываю эту же грядку, на следующий год, под что-то другое, и вдруг они всходят, годом позже, ладно, думаю, ничего страшного, все равно выросли, проходит пару лет, сажаю, и нету, нету, ну че, до следующий год зайдут, грядку не трогаю, держу в чистоте, щипаю, эти, соленики, не взошла, и больше не взошла, три варианта, а все дело одинаково, и сроки примерно одинаковые, то есть, осень, понятие растяжимое, ну что-то же в это время, было, был заморозок в одном случае, а в другом не был, а что лучше? Был снег в одном случае, или не был? упал снег, потом мороз, или сперва мороз, а потом как у нас бывает, представляете, приходит, ну может выпасть снег, растает, ладно, вот наконец пришли морозы, 0 градусов, 10, 20, 30, проходит неделю, 2, 3, месяц, 2, снега нет, а мороз держится, и такая зима была один раз в Сибири, а остальные годы в Сибири, он жалился метр снега, абрикосы гниют, а у меня без снежья абрикосы не гниют, а что я могу здесь, здесь я придумал. Тут нельзя посоветовать что-то однозначное такое. Мы можем только поплакаться друг к другу, Олег, вот это самое, вот, и у меня были неудачи, я почему перешел на это, на стратификацию, а потому что кушать хочется. Потому что это стабильный результат, и прогнозируемый. У меня стабильный, а у других не у всех. Стратификация, да? А у других не у всех, там, знаете, есть такая хитрость, я начал догадываться, Елена и Олег, я начал догадываться только в последние годы. Потому что те неудачи, грецкие, которые у меня были, их надо было как-то объяснить. И я тогда понял, что бывает. Ну, понятно, рано посадишь, мыши ждут, заморозки, морозы, врагов хватает, птицы выклевывают, я сам видел. Все, что угодно. Вот. Поздно, пропускается какой-то момент, и они не всходят. Все. Вот не всходят, и все, опоздал. А вот я это, держал в холодильнике, додержал до мая. А, я говорю, а посмотрите, у вас же на улице все цветет. Еще не посажены. А вы только посадили. Ну, хорошо, я от него отболтался. Один случай на сотни, но деньги требуют обратно. Радость такая. Вот, ребята, я уж так, эмоционально рассказал, потому что по-другому не могу. А Сергей, я что-то взял, это самое, новый год там, забабахал все это по этим, где-то в феврале, бывает иногда, и в конце февраля, эти бедра засыпал песком, забыл, пришла пора, высадил, все растет. Господи, это, а у меня-то другой погреб и холодильник, это разные вещи. Я убедился, в чем холодильник, у задней стенки там лед, на стенке. А дверь все время открывается, и тепло. Даже внутри банки я видел лед, а здесь тепло. Как я могу говорить? Здесь всходят, а там спят, даже в холодильнике не могу обеспечить. А погреб, 30-градусная жара, это самое, бывало, осенью, в погребе тепло не стоит. куда одеться, где хранить. Ну, в общем, получается, что никакой не специалист, только это, много говорю, а вот. Еще, напоследок, который раз, третий раз вспоминаю. Я, на чем попадался, ребята? Я провожу московский семинар. Вот, даже сам Ребрик, главный редактор, однажды, на втором этаже не выдержал, и говорит, ребята, слушайте, это выдающееся, там это, это самое, встал, настолько эмоционально, настолько понравилось, что все, что я говорил, все это расходится в это, что вы думаете? Все, я дальше продолжаю лекцию, через полчаса стоит женщина, ничего не знаю, вот, я все, каждое слово записываю, вот, я, в конце концов, мне не надо, одно и самое взрослое, на какую глубину запропать семечко, все. представляете? Она меня послушает, а из 100, это самое, 90 сидят мыши, ну, 10 деревьев, ее не устраивает, ей надо, чтобы все в стол зашли, вот, скажите мне так, чтобы у меня из 100 зашло в стол, а я с 100, глазами хлопаю, вот, единственное суть, когда вот это было, то, с какой-то злостью было сказано, что вы там, рассказывали, что эти, лапшу на пути, не говорила так грубо, не выдержала она, я говорю, говорю, а ей нужно, вот, запиши, вот, на 2 сантиметра, и у нее 100% будет это, а ведь еще причина, а влажность, а температура, а срок посадки, а срок высадки, а я говорю, от высадки, вы же, когда посадите, то есть от этого, вы собираетесь садить, допустим, 15 апреля, отсчитайте назад, 3 месяца для слив, допустим, нет, и не надо, вот, какого числа вы садите, точка, ну, все, это я, Олег, извините, Сергей, я перед вами оправдуюсь, потому что это, как сказать, трудно на такие вопросы отвечать, так, ну, что будем делать, ну, все, наверное, пора заканчивать уже, пора, так, что-нибудь пообещайте, что не последний раз, вы понравились явно, ну, не последний раз, это точно, Александру я, точно сделаю, небольшую зарисовку, по поводу грушевых садов, а так, если будут какие-то вопросы, вы можете их мне адресовать, или через Валерия Константиновна, Валентиновича, или напрямую, мой адрес есть в гостевой книге, здесь на сайте Сибирский сад, что смотрят, я не помню, да, есть, вы говорили, что он там есть, точно, или мы напишем сейчас, туда, лучше написать, я даже не помню, где он, ну, ну, все, наверное, будем заканчивать, на сегодняшний раз, да, будем заканчивать, так, мы тут несколько, многофильмов снимем, в эти дни, потому что подготовка к зиме, да, за одну минуту, не поливать, не обрезать, не подкармливать, не, 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 все, может, снимать не надо, может, а никто не поверит, надо доказывать, снимем, ну, ладно, друзья, до свидания, до свидания, спокойной ночи, сейчас, пока я не трогаю, пусть, вот, экран сам погаснет, а то я боюсь, Атон Валерьевич, если вы меня слышите, спасибо вам, за долготерпение, целый год, это, спасибо огромное, надеюсь, не только от меня, от всех, если бы не вы, вот, и просьба, ссылку прислать, интересно посмотреть, с самого начала, с самого начала,